слушай ну блин хорошая планировка получилась очень хорошая анина васильевна не захотела вот так сделать а жаль а могла бы блин хорошо сделать добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся в новой квартире 34 квадратных метра особенность планировки и быстренько вкратце расскажу сейчас что где происходит для того чтобы вы примерно понимали где что будет и как все-таки как сказать так не основы а все-таки начало дистанционного ремонта вот это очень важный момент потому что знаете сейчас даже вот так немного до смешного люди звонят и грим мы хотим также по поворочить блоки как вы делали там унины васильевны например вот и соответственно конечно же это очень хорошая практика это просто великолепно почему потому что все детали все детали можно обсудить на видео когда вы получаете я сбрасываю также это людям которых тоже 34 квадратных метров образцы планировок что с этим можно сделать ну и так далее давайте сразу из начнем санузла и на примере допустим как у нины васильевны почему здесь так а здесь так у не на васильевна не захотела делать больше санузел из-за этого есть маленький скажем так нюанс а у данной квартиры опять же есть обратите внимание то есть здесь разные планировки например здесь можно если нарастить вот эту стеночку то можно поставить здесь инсталляцию что в принципе мы и сделаем со временем здесь у нас здесь стиралка здесь умывальник либо их можно менять местами принципе роли никакой дальше здесь играет роль допустим 150 на 110 мы можем поставить угловую ванну но если нарастить допустим вот здесь несколько блоков то вот здесь можно поставить довольно неплохую ванну сюда стиралку тогда унитаз придется ставить сюда инсталляция отпадает по причине того что здесь у нас пеноблок ну особо держаться ему не на что сами обратите внимание вот ну и стиральная машина опять также в этом плане но идеальный вариант идеальный вариант все таки вот этот большая ванна хорошая 150 на 110 это вполне себе угловая ванна будет очень неплохая очень неплохой умывальник здесь станет да кстати мы дождались унитазов всего так что теперь у нас везде в каждой квартире стоит унитаз супер так так как здесь все таки монолит я что предлагаю сделать здесь можно нарастить немного и можно хоть в эту сторону хоть в эту сторону сделать здесь полочки и сделать сделать вот здесь так как здесь ванна метр пятьдесят в принципе здесь можно даже сделать и побольше если не ошибаюсь метр восемьдесят до 1730 до соответственно у нас еще в запасе здесь есть 20 сантиметров для того чтобы мы чуть-чуть сдвинули инсталляцию так что как станет инсталляция все будет это кстати я сейчас смотрю я вот сейчас смотрю что умывальник мы можем и сюда даже поставить вот видите я смотрел смотрел и не досмотрел а сейчас а сейчас оказывается и умывальник можно сделать умывальник инсталляция хотя в принципе какая разница здесь здесь хорошо полотенце сушитель и здесь можно еще какой-то комод поставить для всевозможных или какую-то тумбочку для того чтобы можно было пенал да все что угодно но здесь очень интересно смотреться будет полотенце сушитель либо на этой стене либо на этой стене в общем друзья здесь оказалось еще еще у меня есть вот вкратце не получилось так но гардероб остается гардеробом здесь здесь остается очень много места теперь кто-то может быть скажет зачем вам такая большая прихожая или зачем вам такой большой ну коридор здесь станет шкаф и в принципе останется не так уж много места на самом деле так что имейте ввиду что ничего такого здесь сверх естественного нету вот но тем не менее кто-то жертвует квадратными метрами но здесь на маленькой площади особо не разгуляешься так по поводу кухни кухня тоже у нас получилось весьма большая а там где ты сейчас стоишь тут будет стоять диван а вот здесь будет располагаться диван здесь будет стоять кухня вот и где-то вот здесь примерно где одежда здесь будет обеденный стол в принципе место вот да вон ануш кивает место предостаточно реально здесь была еще у нас такая идейка для того чтобы сделать раздвижные двери идея это сама по себе интересно вот но здесь такой знаете двоякое состояние потому что откатываться дверь будет но нужна ли она то есть если мы открываем дверь вот сюда а вот здесь будет полноценный огромный шкаф вот такой а глубиной мы его сделали по моему 70 до вот здесь то есть вот это сколько у нас это должна быть по моему 80 сейчас 805 это значит представьте 70 шкаф 70 шкаф сюда залазит просто великолепно и у вас еще остается прикроватная тумбочка кровать здесь можно поставить маленький такой шкаф для белья еще если нужно вот если нет можно какие-то открытые полочки место для телевизора здесь можно поставить какой-то рабочий стол компьютерный небольшой в принципе в принципе место предостаточно вот вот не каждый человек обратите внимание что не каждый человек хочет чтобы у него вход выход был вход на кухню чтобы выход из комнаты шел в коридор хочет человек или как он как еще можно то есть но чтобы не было кухня проходной вот что я имел ввиду то есть для того чтобы это то есть выход вот сюда ну хорошо пускай будет вот у нины васильевны у нее вообще конфигурация необычная но тем не менее знаете где плюсы там есть и минусы также как и там где куча вот как я только что в машине ехали я говорю вот в лэнд крузере есть минус он огромный его никуда не парковать ничего но зато вчера когда я приехал в десять часов вечера после тренировки я его поставил где захотел я заехал на бордюр заехал участок и вообще свободно вот он один из минусов и есть также один плюс ну вот вот так так что друзья копию планировки я от руки и нарисовал я ее отправлю мы ее прикрепим для того чтобы вы смогли посмотреть в остальном в принципе все по стандартной схеме сетку можно увидеть вот еще вот все по стандартной схеме вот они каждый третий ряд у нас идет сетка где-то ее видно где-то нас той стороны торчит ну бегать не будем вот привязки к стенам тоже все есть оставляем оставляем все как есть вот дальше двигаемся в принципе сейчас я запишу отчет для заказчицы что у нее все работает все хорошо и человек у себя дома будет смотреть действительно как у нее сделана планировка и совершенно спокойно будет продолжать дальше ждать новых каких-то новостей со своего ремонта так что я с вами прощаюсь комментируйте кто видит нас первый раз подписывайтесь на канал будете узнавать много интересного и нового ставьте лайки и всего доброго пока пока